В эфире новости здесь Новосибирск в ближайшие 15 минут о главных событиях этого дня. В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Новосибирская область на пороге эпидемии ВИЧ-инфекции. Федеральное правительство выделяет дополнительные средства на лекарства для больных с ПИДом. Дальнобойщик три недели живет в грузовике на трассе. Без денег, еды и топлива. Мужчина может надеяться только на помощь добрых людей. Без аншлага и без скандала. Мюзикл по библейским мотивам, отмененный в Омске, все-таки показали в Новосибирске. Протестов не было. Ажиотажа тоже. Мой домик, моя крепость. Новосибирский инженер сконструировал танк для кота. В нем домашний любимец может жить, спать и даже кататься. Мэрия Новосибирска готовит поправки в правила землепользования и застройки. Новая редакция документа не позволит проводить перезонирование территории в лесных зонах. То есть нельзя будет изменять назначение участков и, как следствие, затем их застраивать. Тем самым вот все эти проблемы махом будут сняты. Вот мы сейчас направили усилия именно сюда, потому что отдельные точечные решения по тому участку, по другому участку. Ну, это в конце концов мы начинаем бегать за тараканом. Надо поставить этот шлагбаум и мы намерены это сделать решительно, внеся изменения в ПЗЗ. Один из этих, так сказать, тараканов, несколько гектаров на краю Залицовского парка. Бывшую территорию пионерского лагеря продали частной компанией. Затем разделили на небольшие участки и начали строительство элитного коттеджного поселка. После протестов общественников работы приостановили, а мэр Анатолий Локоть заявил, что муниципалитет не допустит уничтожения деревьев. Однако сейчас рабочие вернулись на площадку и возводят на ней кирпичное ограждение. К другим темам. Дорога на улице Большевистской треснула в районе строительства общественно-делового комплекса «Снежная миля». В результате просела проезжая часть и тротуар. Это видно невооруженным глазом. Опасный участок огородили, проезжую часть сузили на 3,5 метра. Остановку гостиницы Обь перенесли на 170 метров. В мэрии говорят, что ремонт займет несколько дней. Однако причина появления разлома пока неизвестна. Трещина появилась напротив масштабной стройки, рядом с которой на этой же неделе произошла авария на теплотрассе. Дальнобойщик три недели живет в кабине своей машины на стоянке для большегрузов под каргатом. Деньги, продукты и топливо уже на исходе. Почему водитель не может тронуться с места, выясняла Мария Черешнева. Птички иногда приходят. Продукты у меня воровать. Борщ приноровил сохранить на крыше. Это холодильник. Готовит в кабине. Здесь же спит. Затворником собственной фуры дальнобойщик Сергей Кузьмин стал после столкновения на дороге. Пес декораций театра Вахтангова из Абакана в Москву. Но на омской трассе в его машину врезался КамАЗ. Вот во что после аварии превратилась фура, на которой до этого, по словам водителя, и царапины не было. Четыре дня простоял на трассе. Потом машину стало стаскивать в обочину. Очень вовремя подоспели коллеги-дальнобойщики. Привезли необходимые запчасти, чтобы доехать хотя бы до стоянки. Благо здесь есть кафе и каргат недалеко. Но солярка и продукты на исходе. Сколько еще ждать, шофер не знает. Чтобы вызвать страховщиков, возместить ущерб и увезти большегруз в Новосибирск на ремонт, нужно собрать документы, среди которых справка о состоянии здоровья пострадавшего, который ехал в другой машине. Самое заключение в этой кабине. Только из-за того, что нет справки. Никто ничего делать не может. Не ускорить, не приблизить, ничего. С каким настроением живете сейчас? Хреново. Боюсь, что в сумасшедший дом мы с ней отрежут скоро. Одно развлечение – поболтать с коллегами, что останавливаются здесь на ночевку или обед. Все так или иначе были в подобных ситуациях. Вот сломался вчера. Вот стою. Нет ничего. Только обмиралка. Давайте, тахограф. Дайте. Встать, где вы, садите, грязь. Боже. Потом плати. За что? Но проблемы обычно удается решить за пару дней. Здесь счет пошел на недели. Между тем, в Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков говорят, справка от медиков, чтобы обратиться в страховую компанию, водителю не нужна. Выпиющим является прежде всего то, что водитель, наемный водитель московской компании пробыл более трех недель в Сибирском регионе. Вот это является из ряда вон выходящим фактом. И причиной, я считаю, прежде всего то, что руководители этой компании являются юридически безграмотными. В ассоциации надеются. Теперь дальнобойщик решит проблему. В сервисный центр Сергей уже звонил. Пообещали, фуру восстановят дня за четыре. Хотя бы за это время отдохнет от вида приборной панели, ставшего ненавистным. Мария Чережнева, Максим Федосеев. Новости здесь. Новосибирск. Рядом с разрушенным домом спорта появилось импровизированное надгробие. Неизвестные новосибирцы разместили на нем фотографии уничтоженного здания и букет цветов. К Дому культуры имени Горького сегодня вышли несколько сотен человек, чтобы выразить свое негодование по поводу грядущей застройки улицы Богдана Хмельницкого. Однако среди противников сноса клуба отдыха оказались и те, кто выступает за возведение многоэтажек. На группу молодых людей, которые уверяли, что пришли на пикет по собственной инициативе, обратили внимание из-за двух транспарантов. На них было указано, что город остро нуждается в новых жилых домах. Однако демонстрировать свою позицию молодые люди смогли недолго. Их оттеснили общественники. Активисты считают, что первый пикет, прошедший на площади Ленина, пошел на пользу. Мэрия приостановила действие разрешения на строительство. Между тем, в это время застройщик продолжает разбирать клуб отдых. Мы сегодня хотим обратиться к президенту и правительству России о том, чтобы выделили целевым образом средства на выкуп земельного участка и восстановление общественно-спортивной и культурной застройки. Вернули дворец спорта детям, вернули клуб отдыха, единственный клуб, в котором можно было проводить массовые мероприятия. 26 ветхих домов планируют расселить в Новосибирске по итогам 2016 года. Среди них и 120-летнее старейшее жилое здание города на улице Владимировской. Новые квартиры уже получили 350 семей. Между тем, в своей очереди ждут жильцы еще более 200 домов. Сейчас расселяют строения, признанные аварийными до 2012 года. Деньги на это выделяют из федерального, областного и муниципального бюджета. В этом году финансирование существенно сократилось. Еще 140 домов попали в список позже, и денег из городского бюджета на их расселение не хватит. Как будут работать федеральные и региональные программы, пока непонятно. Работа фонда модернизации и реформирования ЖКХ заканчивается 1 января 2018 года. Возможно, судьбу некоторых домов мог бы решить застройщик, заинтересованный в освоении территорий. Но зачастую на аукционы по продаже участков с таким обременением не поступает ни одной заявки. Часть этих домов мы постараемся в планируемых договорах по развитию застройных территорий учесть и, соответственно, эту цифру уменьшить. Все остальное будет зависеть от тех программ, как они будут сформированы, и от жизнедеятельности фонда реформирования ЖКХ. Банкиры, риэлторы и застройщики обсудили сегодня последствия возможной отмены программы государственной ипотеки. Если на следующий год ее не продлят, то ставки по жилищным кредитам на новое жилье могут вырасти на несколько пунктов. Я думаю, что повышение спроса будет. Однозначно, в силу нашего менталитета, когда мы все свои какие-то дела оставляем напоследок, и люди будут понимать, что в ноябрь-декабрь еще есть возможность воспользоваться. Но это будет все-таки не скачок, а, думаю, плавное повышение. Ипотеку на новостройки будут выдавать под процент аналогичный кредиту на вторичное жилье. Переплата в некоторых банках может составить более миллиона рублей. Пока новосибирские банкиры не могут назвать точную дату прекращения приема заявок на ипотеку с господдержкой. Известно, что один из крупнейших банков планирует продолжать ее и в начале следующего года. Впрочем, все участники процесса до сих пор надеются, что государство предложит альтернативные меры поддержки. Но на всякий случай банкиры, риэлторы и строители разрабатывают антикризисные программы. А что было, когда не было господдержки? Все нормально было. Мы также работали, продавали квартиры. Мы очень чутко реагируем на любые изменения на рынке. В том числе и изменения в банковском секторе, конкретно при ипотечном кредитовании. Поэтому, я думаю, мы будем держаться на полу в любом случае. 51 миллион рублей получит Новосибирская область на лекарства для инфицированных вирусом иммунодефицита гепатитом В и С. Тем временем, Новосибирск достиг критического уровня по количеству носителей ВИЧ-инфекции. Об этом вслед за властями Екатеринбурга сообщил Новосибирский центр по профилактике, борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями. Почти 3000 новых случаев за 9 месяцев этого года. Число ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области продолжает расти. На территории Баганского района в три раза, с Двинского в два. В региональном Минздраве слово «эпидемия» стараются не употреблять. Но ситуация критическая. Такая же картина в соседних регионах. Омская область, Томская область. Мы были с относительно низким уровнем заболеваемости. Мы перешли в концентрированную стадию и догнали практически те регионы, которые шли впереди нас. В зоне риска сейчас не только наркоманы, использующие внутривенные инъекции. Все чаще заражения регистрируют у вполне благополучных людей за 30. Редко используют защищенные сексуальные контакты. И в связи с этим, естественно, идет большое распространение вируса половым путем. И ему, к сожалению, подвержены группы социально адаптированных людей. В Новосибирске единственное место, где ВИЧ-инфицированные могут получить необходимые лекарства – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Очереди и перебои, говорят пациенты, дело обычное. Таблеток нет. Закупается таблеток очень мало. Денег не додается на закупку терапии. Суммы очень большие. Почему это происходит, я не берусь ставить оценки или винить кого-то. Но ситуация ровно такая, что на этот год на закупку терапии федеральных денег пришло около 50 миллионов, чтобы вы понимали. Терапия очень дорогая – от 10 до 15 тысяч долларов в год. А перерыв в лечении приводит к тяжелым последствиям. Сегодня чиновники уверяют – дефицита лекарств нет. Накануне стало известно – регион получит из федерального бюджета 51 миллион рублей на препараты для зараженных ВИЧ гепатитом ВИЦ. Но число заболевших растет, а значит понадобятся и дополнительные расходы. Лидия Захарова, Вячеслав Варфоломеев. Новости здесь, Новосибирск. Сегодня на стене детского приюта появилась первая в городе памятная доска, посвященная новониколаевским меценатам. Купцы Маштаковы стали известны тем, что ровно 100 лет назад передали городской управе два земельных участка с постройками на благо вдов и сирот. Новониколаевская дума приняла пожертвования, организовала на этом месте дом для беспризорников, которому собирались присвоить имя благотворителей. Идею не удалось реализовать из-за начавшейся революции. Впрочем, историческую справедливость сегодня восстановили благодаря городскому музею и общественным организациям. Это должен быть не тот дом, в котором жили купцы Маштаковы. Он сохранился сегодня на Красном проспекте. А это должно быть здание, которое продолжает выполнять функции приюта, для которых они и пожертвовали, и сделали такой дар. И поэтому сегодня, мне кажется, это самый лучший выбор, какой только может быть. Центр «Жемчужина». Санкт-Петербургский театр рок-опера представил в Новосибирске свою постановку легендарного музыкального спектакля Эндрю Ллойд Вебера «У Иисус Христоса. Суперзвезда». Так называемые православные активисты, которые ранее добились отмены гастролей театра в Омске, протестовать против спектакля не стали. Возможно, на это повлияла позиция синодального отдела Московского патриархата. Церковь официально заявила, что не считает рок-оперу кощунственной и не усматривает в постановке оскорбления чувств верующих. Так в РПЦ отреагировали на требования некоторых общественных организаций запретить представление в различных регионах. Сами артисты считают, что за словами об оскорбленных религиозных чувствах стоит обычный пиар. Люди как-то хотят, чтобы на них обратили внимание, скажем так. Если раньше наоборот говорили, что мы являемся пропагандистами каких-то там религиозных учений, не знаю, да, то теперь наоборот, людей же не поймешь. То есть тогда было одно запрещено, как им хотелось. Теперь якобы другое. В общем, обыкновенный пиар. И последнее. Новосибирский инженер сделал домик для своего кота в виде танка. Гусеничная модель может ездить, башня поворачивается на 360 градусов, ствол орудия поднимается и опускается. Рыжий кот изобретателя чувствует себя внутри комфортно. На создание такого необычного домика у инженера ушло два месяца. Сейчас автор выставил танк на продажу, просит за него 15 тысяч рублей. Но пока потенциальных покупателей немного. Изврешение выпуска о погоде на пятницу в городах Сибири. В Томске, где на три выходных дня большинство горожан останутся без холодной воды, переменная облачность и минус 9 градусов. В Кузбассе, где Роспотребнадзор нашел опасные кондитерские изделия и хлеб, небольшая облачность и минус 8. В Омске, где чиновников заставляют увольнять своих родственников-подчиненных, пасмурно, без осадков и минус 9. В Новосибирске, где домашних котов, теперь можно поселить в работающую модель танка, облачно, без осадков и минус 8 градусов. На этом все. Смотрите новости «Здесь Новосибирск» по будням на 49-м канале. Хороших выходных!